Приветствую друзья, вы на канале OnlyTopGames, с вами Grumble, это игра Satisfactory и новое обновление Fluids Update, которое только в ней вышло. Сегодня я вкратце расскажу его основные нововведения, изменения, что конкретно добавили, что убрали, ну и конечно же напомню где собственно взять мои сохранения для этой игры, чтобы поиграть полностью на моей карте, используя все мои постройки. Что ж, не буду долго томить и начинаем, но для демонстрации, скажем так, первого очень важного и главного изменения, мне нужно проследовать на свою нефтяночку. И пока я буду перемещаться и лететь на своем гипертрубе, я вам расскажу и дам ответы, скажем так, на три первых главных интересующих вопроса, которые я уже предвижу в комментариях. Во-первых, это не апдейт 4, но это часть апдейта номер 4, который выйдет вскоре. Когда же собственно планируется апдейт 4? А планируется он в начале 2021 года по заверениям Coffee Stain Studio. И скорее всего это будет первый квартал 2021 года. Ну и собственно как же получить это обновление, если вы зашли в свою игру и его не увидели? Друзья, это обновление экспериментальных версий. Это значит, что если вы владельцы Steam, вы должны включить обновление экспериментальных версий. Правой кнопочкой в библиотеке клацайте, выбирайте свойства, бета-версии, экспериментальные, разрешить. Если это Epic Games Store, тогда все проще, устанавливайте просто экспериментальную версию или клиент игры. Вот и все, и вы уже в принципе в эксперименталочке. Здесь оно автоматически обновляется. Так, мы как раз вот добрались до нефтяночки и с нее я сейчас начну свой рассказ. Потому что этим обновлением Coffee Stain Studio решила внедрить вторую жизнь в обновление жидкостей. Тех самых жидкостей, которые привнесли очень много головной боли, испортили все постройки, которые существовали до этого и накрылись все сохранения предыдущих версий. Это мой второй сезон выживания, кому интересно, можете пересмотреть первый. Ну и собственно, как мы все это дело строили с нуля. Все плейлисты на канале доступны, находятся отдельно и разложено все для вашего удобства. Так вот, что же привнесли разработчики в этот раз и что они собственно поменяли? А поменяли они, друзья, вот конкретно эти штуки, которые называются очистители, очистительные заводы. Давайте посмотрим, что в них убралось. Если вы выберете чертеж, то вы не обнаружите здесь той штуки, вернее рецептах тех упаковщиков, которые собственно упаковывали и складировали ваши жидкости. К примеру, вот здесь у меня есть упаковщик, который перегонял топливо в канистры, да, в топливо с канистрами, которое я использую для своего реактивного ранца. Сейчас уже полностью все забилось и вот дальше пошло производство. Но, друзья, вместо всего этого добавили теперь новое строение, новый чертеж, который уже можно получить. Находится он в производстве, в пэккетч и можно посмотреть на него. Вот такой он небольшой, занимает немножечко места, сейчас я найду свободное и его примощу. И вот так он выглядит. Именно его рекламировали в тизере и трейлере. Так, я надеюсь, здесь вам звук игры не мешает и вы что-то услышите. Вот так он выглядит со всех сторон. Вверху есть огромная цистерна, я бы сказал, да, и вот собственно сам упаковщик, который и будет вас формировать вот эти какие-то бутыли или канистры, во что он там будет упаковать. Какие рецепты здесь появились? В принципе, все те же самые, которые раньше были в очистительном заводе. Coffee Stain Studio решили котлеты отдельно, мухи отдельно и разделили теперь это все, сделав на два разных вот таких вот сооружения. Почему они сделали? Сказали, что это, собственно, планировали еще в третьем обновлении. Но, так как не успели, все впихнули в очистительные заводы. Теперь же для этого есть отдельный такой вот мини-упаковщик. Какие его плюсы и минусы? Друзья, ну, главный его плюс это, конечно же, компактность. По сравнению с очистительным заводом он занимает, конечно же, намного меньше места. Но самое главное, друзья, его преимущество в том, сколько он использует количество электроэнергии. Вот этот огромный очистительный завод использует 30, а маленький в три раза меньше или 10. Но, самый главный вопрос, который лично заинтересовал меня, но я думаю и многих, которые сейчас играют и продолжают играть в эту интересную игру. Что будет со старыми очистительными заводами? Они тоже остановятся и перестанут работать или нет? Если вы сейчас посмотрите, то здесь, собственно, вы увидите, что все у меня проставит. Но если я сделаю вот так, вот так как склад у меня забит, вы увидите, что все старые заводы продолжают функционировать. И разработчики заверили, что пока что этот апдейт не такой глобальный, как планируется четвертый. И все сохранения всех построек продолжают корректно работать. Так что не волнуйтесь, у кого все построено, все пока что не изменится и продолжит функционировать. Но, если вы захотите перестроить, как я вот, к примеру, то вы сможете это сделать. Давайте построим и посмотрим на преимущество нового маленького отдельного упаковщика. Делаем вот так вот, разворачиваем в нормальную сторону, выставляем. Ну, я думаю, вот так вот будет нормально. Нормально, в принципе, да, можно чуть-чуть подвинуть вот так вот. Пусть будет вот так вот. Вот, соединяем. Теперь у них появилось два входа, они расположены вертикально. Это должно добавить вам компактности. Опять же, по заверениям студии CoffeeStain. И сейчас вот соединим, нет, подожди, и сейчас вот соединим вот такой вот трубой. Трубу пустим вот сюда. Все, все, что нам остается, это сзади подключить лентой. Ленту бросаем и подключаем это все дело просто к сети. Ближайшие сети. Там все занято, значит, подключаем к этому. Ну что, пойдет производство или нет? Остается выбрать рецепт, канистра топлива. И, друзья, смотрим. Все функционирует, все как раньше. Но теперь мы экономим целых 20 мегаватт энергии. Я думаю, для начала производства, когда вы только будете строить свой завод, вам это очень сильно поможет. Плюс, конечно же, занимает, посмотрите, намного меньше места, чем очистительный завод. Кстати, визуал сделан тоже прикольно. Вот этот упаковщик, какую жидкость упаковывается, здесь она продолжает разливаться. В данном случае это топливо. Но если будет здесь водичка, по бутылям будете расфасовывать, значит, будет плескаться вода. Прикольно, прикольно. Что ж, это первое и главное нововведение. Идем дальше. А дальше, друзья, я переместился к своим угольным генераторам. Ну, а точнее, трубам, которые их запитывают с помощью воды. В самом начале нашего строительства это была просто моя головная боль. Нужно было подвести одну трубу. Потом я понял, что ее не хватит на все генераторы. Раздвоил, подводил еще одну. И, конечно же, нужно было поднять воду. Так вот, как вы видите, здесь у меня функционируют моторы. Моторы, подающие напор воды на некоторую высоту. И высота это равняется, если мы сейчас возьмем и, да, в принципе, к любому подойдем и посмотрим, 20 метров. В этом обновлении, Fluid Update, разработчики добавили новые моторы. Выглядят они иначе. И должны подавать уже не на 20, а на целых 50 метров. То есть, необходимость вот этих моторах уже отпала. И если вы заметите, расстояние между ними стало больше. А стояли раньше они практически впритык. Знаете почему? Потому что размер старых моторов тоже уменьшили. Примерно 75% от предыдущего их состояния стало. Короче, теперь я так понимаю, вот эти два красавца можно с чистой совестью разобрать и заменить одним, но более мощным. Давайте это и сделаем. Pipeline MK2. По аналогии, так же само мы выбираем, получается, друзья, направление. Но теперь должно хватить всего одного насоса. И выглядит он вот так вот. Занимает еще меньше места. Так, с чему я запитывался? Где вообще? Вот так вот. И теперь его должно хватить на всю эту трубу. Если напор не упадет, значит все у нас хорошо. Выглядит он как-то вот так вот. Здесь у меня тоже куча натыкано насосов. С этими трубами была огромнейшая, огромнейшая проблема. Но теперь, я думаю, от такого количества можно точно избавиться. И еще разбираю два и поставлю-ка я новый вот такой вот насос. Только выбрать главное правильное направление. Посмотрим ближе сейчас, как он выглядит. И вот так вот. Короче, здесь какие-то две трубы. Ну, в принципе, как какая-то водяная помпа. Это новые насосы MK2. 50 метров, давление обеспечивают. Там давление не упало. Значит, со своими задачами справляется. Это новые насосы. И раз это обновление касается всех снова жидкостей, то, конечно же, разработчики изменили самое главное. Трубы, по которым эта жидкость будет поступать. Теперь у нас появился, друзья, новый вид труб. Называется Peppelin MK2. Давайте посмотрим, чем они отличаются от старых предыдущих. Вот здесь будет наглядно как раз видно. Посмотрите. Ну, здесь, конечно, изменения видны налицо. По секциям какая-то вот такая оплёточка. А точнее, не оплёточка. Скорее всего, это усиление, которое не даст разорваться трубе. Значит, почему не даст? Потому что в старой трубе максимальное давление было 300 кубических метров в минуту. То в новой трубе, вернее, количество проводимой жидкости, то в новой трубе это количество уже усилено в два раза. 600 метров кубических. И это отличное решение. Если бы было такое раньше, то я бы точно мог сэкономить, запитывая вот те угольные генераторы, которые я вам только что показывал. И не пришлось бы раздваивать трубы. Теперь новые ребята, которые только будут строить завод, конечно же, могут делать. Правда, для этого и ресурсов потребуется больше. Что же здесь есть ещё интересненького? Тоже касательно этого обновления труб или точнее жидкости. Добавили ещё такую штуку, как Valve. А точнее, если вот так вот построить, это, друзья, целый клапан. Клапан для жидкости и у него есть свои особенности. Для чего он, собственно, применяется? Значит, построили какое-то производство и хотите, наоборот, ограничить поток жидкости. Ну, много вам 600 или хотите распределить как-то трубу. И вы можете выставить ограничения. Так вот, этот клапан как раз вот и делает ограничения по количеству проводимой жидкости в самой трубе. Можете сделать 300 и получите просто старую трубу, как мы раньше с вами это дело строили. Ну, когда делать это целесообразно, это уже виднее будет главному инженеру завода. Но, в принципе, такая возможность теперь есть. Можно ограничивать ток жидкости в любой трубе. И отличительной особенностью этого клапана, который вот так выглядит, является то, друзья, что он полностью не использует энергии. Можно лепить на любую трубу, подпитывать ничего не надо, действует автоматически. Так что, используйте, кто видит такую необходимость. Но не только трубопроводов и жидкостей коснулось это обновление. Coffee Stein Studio подумала и о качестве нашей жизни. Ну, судя по их словам. Друзья, изменения коснулись джамп-платформ, которые мы раньше могли использовать. Как вы помните, раньше было две джамп-платформы, и выглядели они, в принципе, как горизонтальная и наклонная поверхность, с помощью которых можно было подниматься на свое предприятие, ну и также делать наклонные прыжковые платформы, чтобы куда-то там перемещаться и путешествовать. Но рассчитать это было довольно сложновато, потому что вы, в принципе, могли проверить, куда вы приземлитесь, только опытным, скажем так, путем. Хотя многие и так делали, многие их вообще не использовали. Я вот для некоторых экспериментов, очень веселых и удачных, которых я вам покажу снова в конце видео, кто их использовал. Так вот, что же теперь добавилось и изменилось? Теперь полностью, друзья, сейчас найду передвижение, теперь полностью убрали горизонтальную платформу. Ну и, конечно же, кто играет, у кого она есть, она никуда не денется и останется, скажем так, эксклюзивчиком. А вот уже для ребят начинающих только играть в Satisfactory вы ее не найдете. Но самое главное преимущество новых джамп-платформ я сейчас покажу. Теперь, когда вы строите джамп-платформу, у меня, к сожалению, нет. Можно взять и разобрать. А теперь, когда вы строите джамп-платформу, появляется кое-что, что вам очень сильно поможет. Посмотрите, появляется траектория, куда вы, собственно, приземлитесь. И это еще не все. Эту траекторию вы самостоятельно можете корректировать. Делай ее меньше, больше. При этом основание платформы наклоняется. И вот так вот, под таким углом, собственно, вы видите, как она будет установлена. Ну, а что же делать, если вы хотите использовать прямую вот такую платформу, чтобы просто запрыгивать себе на фабрику? Все просто. Ставить вашу устанавливаемую платформу вертикально. Все. Два решения в одном. CoffeeSaint Studio наконец-то обрело это решение, сделав универсальную, скажем так, платформу, которую вы можете контролировать и весело или необходимо и очень быстро перемещаться по своему заводу. Я вот, к примеру, немножко поигрался и выстроил небольшую такую системку, которая позволит мне добраться до конца моего завода. Правда, для этого тоже нужно правильно ее применять. После того, как вы на нее напрыгнете, нужно вообще не трогать ни клавиатуру, ни мышь. Что ж, поехали посмотрим, как это будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, как-то так, друзья, я добрался до конца завода. Это было прикольно. И если вы обратили внимание, теперь джамп-платформы можно строить не просто на ровной поверхности. Там я специально сделал такой крюк и заворот, я который вам сейчас покажу обязательно, чтобы можно было перемещаться под любыми вообще углами и наклонностями. Скажем так, можно теперь джамп-платформы устанавливать даже на стенах. Да, на вертикальных стенах можно их делать. И посмотрите, вот этот специальный заворот я сделал, чтобы вам это продемонстрировать. Но только, как я и сказал, есть нюансы. Когда вы попадаете на джамп-платформу, лучше вообще не трогать мышку, потому что вы можете нарушить траекторию. Но прикольно же? Прикольно. Теперь экспериментируйте. Как хотите, как угодно можно делать целые лабиринты. При проектировании своего завода или фабрики у вас могут возникнуть проблемы с электроснабжением. Ну, а точнее с подведением электроэнергии или электросетей. Для этого разработчики в этом обновлении придумали, что электростолбы теперь можно располагать прям вот на крыше или точнее на таких вот фундаментах, которые используются вместо крыши. Правда, у меня это несколько работает некорректно. Судя по трейлеру обновления, здесь должна была появляться ответная часть и сам провод идти вот прям вниз опоры. Но у меня столбы эти появляются сквозь фундамент, строятся как обычно, внизу появляется просто ответная часть и работает не совсем корректно. Версия экспериментальная от Epic Games Store возможно нужно иметь общее основание, ну а возможно это просто у меня такой баг. У кого все хорошо, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Но что точно работает, я вам сейчас покажу. И это, если честно, меня очень порадовало и огорчило, что не было на том этапе, когда я, собственно, свою фабрику-завод строил. Значит, в нашем чудо-магазине, который так и называется, в организации появились вот такие вертикальные лестницы. Стоит это чудо всего 4 купона, это считается недорого, и поэтому я рекомендую, конечно же, его использовать. А использовать их, конечно же, можно, чтобы добраться на ваши вертикальные объекты. Раньше, чтобы попасть мне на мой третий этаж моего ангара, мне пришлось строить вот такую зигзагообразную лестницу, перемещаться по которой, в принципе, удобно, но голова может немножечко закружиться. И если бы раньше были такие лесенки, это бы меня от этого избавило. Я бы просто построил вот такую лесенку с самого основания за один раз. Она протаскивается и вообще никаких проблем. Давайте ее испытаем. Подходите и просто перемещайтесь. Просто, легко и быстро. Большое спасибо разработчики за такую функцию. Жалко, что раньше ее не было. Легко, быстро, просто. Не занимает места, но это однозначный плюс. Начинающим строителям в фабрике Satisfactory однозначно должно понравиться. Что же, друзья, это основные, главные изменения обновления Fluid Update, которые не затронут ваших старых сохранений. А вот что мне еще хотелось бы проверить, это, конечно же, проверить один небольшой, но очень интересный и прикольный баг, который был в прошлом обновлении. Скажем так, мне осталось только проверить, что здесь мои малышки Мила и Нина принесли, с ними попрощаться, поскольку их папочка собирается очень далеко. Возможно, даже покину эту планету. И еще раз проверим баг с кибертраком. Друзья, напоминаю, если вы хотите поиграть лично на моих сохранениях на всей этой карте, используя все мое оборудование, вы можете сделать, перейдя по первой ссылочке в описании. Она называется спонсорство, там чисто символическая плата, находятся все сохранения, но и не только, много бонусов из вообще информации, полезной и даже моей личной жизни. Вот так вот действует это обновление, и кибертрак все так же летает. Друзья, если вам все понравилось, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я внимательно продолжу следить за обновлением в игре Satisfactory, конечно же, сделаю обзор, как только выйдет апдейт четвертый, и, конечно же, мы с вами продолжим наше здесь строительство и выживание, а, возможно, даже начнем новый сезон. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, и, конечно же, до скорой встречи в новом видео. Удачных строительств в игре Satisfactory! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok